Это программа День с толком в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Многострадальные переезды на северо-западные начнут ремонтировать, когда и на каких участках автомобилистам придется потерпеть. Центр подготовки волонтеров скоро откроется в регионе. Какому событию готовят молодежь и кто может быть к нему причастен? Классику переплели с современностью. Какое оно детство по произведению Льва Толстого в исполнении артистов драматического. Итак, в Барнауле 13 октября перекроют движение автомобилей на улице Северо-Западная. Ограничения связаны с долгожданным ремонтом трамвайных переездов. Уже завтра, 12 октября, дорожные бригады начнут подготовительные работы. А 13 октября, если погода будет благоприятная, дорожники будут асфальтировать переезды через трамвайные пути на улице Северо-Западной. В районе пересечений с улицами Солнцево, Гущино, Юрино и Смирнова схемы движения общественного транспорта останутся без изменений. Яма на яме невозможно проехать. Так отзываются садоводы о дороге рядом с железнодорожной станцией Укладочная в Первомайском районе. Состояние полотна беспокоит сотни людей. Если раньше они своими силами латали покрытие, то теперь им запретили и это. Почему, расскажем в сюжете. При проезде через ямы даже колеса понемногу отрываются от земли. Такая вот дорога рядом со станцией Укладочная в Первомайском районе. Притом, как говорят старожилы, весной во время распутицы тут вообще не проехать. Вы понимаете, сейчас еще полтора месяца дождя не было. А если в дождь, здесь вообще страшно, что есть. Я разбил три машины на этой дороге за 30 лет. Ну и бамперы оставляли. Мы, знаете, по весне обычно ездим, да гугу-гугу таскаем на веревке. Если машина маленькая, передка нет у него, то она вообще садится. Там ямы такие лужи, что караул. Ужасное покрытие примерно километр до железнодорожного переезда. Но этот участок очень востребован. Особенно во время летнего сезона. Поскольку дальше сплошные садоводства. Где дома есть у сотни людей. Раньше они решали проблему с дорогой своими усилиями. Конечно. Мы каждый год туда щебень возили. Каждый год. В этом году мы уже не завозили. Нам грейдер запретили туда загонять. Потому что у них там кабель идет, электрический провод на железную дорогу. Там только представители должны быть. А щебень можно? И щебень тоже нельзя пока. Садоводы уже обращались в разные инстанции. Чтобы узнать, можно ли починить участок. Однако, по их словам, не получилось даже выяснить, кто ответственный за эту дорогу. Мы куда только не обращались. На все инстанции. Сейчас мы подали вроде бы в суд. На все предприятия. Даже на железную дорогу. Там и Первомайский район. И все прочее. Но все отмекиваются. И вот мы хотим, чтобы нам кто-то помог сделать эту дорогу. Хотя бы щебни завести. До администрации Первомайского района сегодня мы не смогли дозвониться. Поэтому планируем направить запрос и попросили чиновников обратить внимание на проблему. Тем временем дачный сезон уже заканчивается. Поэтому число автомобилей, проезжающих по этой дороге, снизилось. Однако местные садоводы переживают, что они и вовсе могут исчезнуть. По словам председателя СНТ «Вагонник-2», все больше людей продают участки в этой местности. И одна из главных причин – проблемная дорога. Даню Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. К другой теме, которую неоднозначно обсуждают в последнее время. Налог на бездетность может составлять 30-40 тысяч рублей в месяц. Кроме того, это будет касаться и тех, кто не может иметь детей по медицинским показателям. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец. Однако некоторые депутаты Госдумы призывают не пугать людей этим налогом. По словам Вячеслава Володина, налог на бездетность вводиться не будет. Наша съемочная группа решила узнать мнение барнаульцев на эту тему. Налог на бездетность, он будет составлять 30-40 тысяч. А как вы относитесь к вашему мнению по этому поводу? Отрицательно. Почему? Ну, никто не имеет права заставить человека рожать ребенка или не рожать. Потому что у кого-то обстоятельства, у кого-то здоровье, у кого-то еще какие-то личные убеждения. Каждый же заводит детей в зависимости от того, сколько он сможет содержать. Ребенка же нужно не только родить, но и довести до ума. Смотря в каком возрасте, если человек уже за 30 лет, есть смысл завести ребенка. Ну, 25 рамки вот так плюс-минус. А первые годы жизни он живет больше для себя, развивается. То есть строит какой-то капитал, допустим, ну, какую-то безопасность, подушку. Ну, на мой взгляд, это глупость. Почему? Ну, потому что многих семей это приведет, ну, скажем так, нищету. Ну, да, нищета, невозможность прокормить детей и содержать как-то семью. Как стимулировать тогда? Как, ну, заставить людей больше рожать? И вообще нужно ли? Не нужно. Рожать условия, чтобы люди хотели рожать, чтобы они не боялись прокормить, чтобы было достойно образование, то есть доступное, правда? Ипотеку сделать более доступной. В Алтайском крае уже начали готовиться к 80-летию Победы. Юбилей вся страна отметит в следующем году. Совсем скоро в регионе откроется Центр подготовки волонтеров. Для этого события сообщили в правительстве края. Там же участники встречи обсудили, какие еще мероприятия проводятся в регионе для того, чтобы воспитывать юных патриотов. Ярко и торжественно. Еще в сентябре 2023 года президент страны Владимир Путин призвал начать подготовку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Круглую дату страна отметит в следующем году. К этому событию в Алтайском крае откроют Центр подготовки волонтеров на базе Краевого дворца молодежи. Отбор стартует 21 октября. Обучение пройдут добровольцы от 14 до 35 лет. Для чего создается этот центр и что такое Центр подготовки волонтеров? Это пространство, в рамках которого будет осуществляться набор обучения наших волонтеров и, конечно же, проведение тех самых мероприятий 80-летия. Самое главное для нас, чтобы наши волонтеры знали историю нашей страны и знали исторический минимум про наши даты. На встрече в правительстве края также обсудили другие проекты патриотической направленности. С 8 по 10 ноября в регионе уже в седьмой раз будет организован слет «Молодые патриоты силы Сибири». Его основят традиционные семейные ценности, поддержка участников СВО. Это мероприятие в своем роде образовательное, единственное в нашем округе, которое на системной основе работает. Привлекает очень много наших коллег, партнеров с регионов в Сибири, что очень радует, потому что всегда результатом проведения этого мероприятия являются новые проекты. Алтайский край считается активным участником федеральных проектов патриотического воспитания. Опыт региона признан лучшим в стране в реализации программы «Орлята России». Для ребят младшего возраста проходят внеурочные мероприятия на патриотическую тематику. Вся программа «Орлята России» основана именно на коллективно-творческом деле по системе Ивановых. Это та система, по которой большинство из нас с вами как раз росло, воспитывалось и становилось, скажем так, достойными гражданами нашей Родины. Также представители встречи напомнили об активной поддержке участников СВО со стороны молодежи. Так, например, барнаульские школьники учатся делать традиционных кукол для солдат. Их бойцы носят с собой в качестве оберега, поддерживая боевой дух в зоне спецоперации. Елена Кузовкина, Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком. Всероссийский педагогический марафон проходит в эти дни в Барнауле. В краевую столицу приехало больше сотни студентов профильных вузов и СУЗов из десятка регионов России и даже Казахстана. Три дня участники будут проходить интеллектуальные и творческие этапы. Зачем это нужно, будущим педагогам расскажут мои коллеги. Учитель должен быть интересным. И если педагогике можно обучить, то быть любознательным – задача самого человека. Этой идеей пропитаны все мероприятия первого всероссийского педагогического марафона, организованного Алтайским педвузом. 120 студентов со всей России и даже Казахстана изучают, что сегодня требуется от учителя. Нужно знать новые современные тенденции организации учебно-воспитательного процесса в школе, в детском саду и в университете. Это требования и веяния современного мира, а педагог работает всегда с опережением на шаг вперед для того, чтобы опять же быть актуальным и интересным детям. В марафоне несколько десятков этапов – интеллектуальные, творческие, игровые. От участников требуется знание не только методики преподавания, но и современной кинематографии, эстрады, литературы, чтобы не отставать от детей. Все это отражается на подходах к обучению. Они понимают, что получать образование можно интересным путем, не только классическим, которые в школе образно говорят, что этот урок мы записываем в тетрадку. Нет, можно получать разными способами. Просто главное – учиться. Мы, может быть, более традиционно подходим, более, может быть, переживаем или используем какие-то традиционные формы. А ребята – они смелые, они креативные, они берут авторские техники, методики, не боятся решать вопросы как-то нестандартно с родителями. Внимание будущих педагогов направляют не просто на ребенка, а на его семью. При работе с детьми это затрагивает уже более широкие вопросы. Современные ученики берутся за проблемы, выходящие за рамки своего класса или даже школы. Кому-то очень нравится создавать проекты. Вот сейчас в школах очень популярны проекты, во всех школах. И некоторым преподавателям это очень нравится, заниматься с детьми, делать проекты, потому что некоторые проекты, они очень значимы. Про экологию, про… Сейчас не вспомню еще какие-то… Даже вот у меня в школе были экономические проекты. Да, вот настолько дети хотят серьезные темы брать. Марафон продлится три дня. Организаторы уверены, что лучшим его результатом будут дружба между студентами из разных городов и мотивация работать по профессии после выпуска. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Детство, оно во все времена детства. Нынешние подростки переживают те же эмоции, что и хровесники в 19 веке. В Краевом драматическом театре в ноябре представят новый спектакль по известному произведению Льва Толстого, где классика будет удачно переплетена с современностью. Режиссер спектакля Петр Незлученко из Березняковского драматического театра. Репетиции в разгаре, на одной из них побывали наши корреспонденты. Милая, милая мамочка, как же я тебя люблю. Так ты меня очень любишь. Очень, очень. Коленька, ты смотри, ты меня не забывай, слышишь? В постановке занята большая часть молодежного состава драматического, ведь ставят детство Толстого, гениальный текст которого переработала для постановки драматург Светлана Баженова. Молодые актеры довольно легко вживаются в роли 12-летних и 15-летних подростков, ведь и в их детстве было что-то подобное, те же чувства и эмоции. История первого предательства, первой любви, первого буллинга, так сказать, когда травят слабого, сбиваясь в стаю. Какие-то проблемы, которые Николенька переживает, отчасти я тоже переживал в детстве, и есть такая возможность прожить это по-другому, понять для себя, отрефлексировать. И в том числе я работу свою тоже веду не просто над ролью, но над собой. Работу над собой ведет и один из мэтров, Эдуард Тимошенко, постигая немецкий, ведь его роль – учитель немецкого языка. Карл Иванович, он немец, и поэтому ему нужно говорить с каким-то акцентом. Но пока получается немножко арабский, немножко еврейский, но ничего, работаем. А работы еще много, а пока идут так называемые застольные репетиции. Режиссер, говорит, мечтал поработать с труппой, уже знаком с ней. Пару лет назад делал эскиз в рамках лаборатории. Все друг друга чувствуют, слышат, поддерживают. Здесь на самом деле в театре очень сильная труппа, и работать с труппой – одно удовольствие. Потому что столько идей от каждого. Каждая репетиция никогда не бывает просто какого-то повтора. Это всегда какой-то очень новый, интересный процесс. Постановка детства не будет традиционной классикой, а ведь проблемы подростков и в 19 веке, и в 21 веке отчасти схожи. А потому и костюмы героев будут, что называется, вне времени. Музыкальный инструмент одной из героиней не вовсе абсолютно современный. Что получится на выходе, будет понятно дней через 20, говорит режиссер. Но спектакль должен быть интересен всем поколениям, а не только молодежи. А вообще, Петр – перфекционист и готов довести свою работу до совершенства. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. И к новостям спорта. Минувшим вечером хоккеисты «Динамо Алтай» в первом матче выездной серии уступили омским «Крыльям» 1-2. Отметим, что это третье поражение подряд нашей команды. С чем связан такой результат и что ждет любителей спорта на предстоящих выходных, расскажет Дмитрий Дроздов. Первый выездной матч в серию хоккеистов «Динамо Алтай» выдался провальным. Наша команда выясняла отношения с омскими «Крыльями». Хозяева открыли счет уже на четвертой минуте. Однако в середине первого периода «Барнаульс» еще сравняли. При плотной борьбе единственную шайбу, она же стала победной. А мячи забросили во втором периоде. Как итог, «Барнаульсы» проигрывают 1-2. Следующий матч наша команда проведет 12 октября в Кургане против местного «Зауралье». Реализовали, к сожалению, одно большинство. Соперник на контратаке забил второй гол. И по традиции с одним голом мы не можем выиграть. Спасибо. Вячеслав Основин сегодня у вас проводил первый матч. Как оцените его выступление сегодня, жестовую передачу? Старался парень, видно, но в середине второго периода маленько подсел. Функционально ему еще тяжело. Набирает форму через игры. Если за хоккеистов пока что можно поболеть через экраны телевизоров, то вот волейболисты университета ждут вас на трибунах спорткомплекса «Победа» в субботу и воскресенье. В рамках предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги А Барнаульцы сыграют против команды «Локомотив» и «Изумбрут» из города Екатеринбург. Обе встречи начнутся в 17.00. Также в субботу на стадионе «Динамо» Белоголубые сыграют свой предпоследний матч сезона против «Казанского Сокола». После 24 игр команда из столицы Татарстана занимает третье место. У них 42 очка. А «Динамо» Барнаул находится на 11 месте, 23 очка. В первом круге в «Казани» «Динамо» содержали волевую победу со счетом 2-1. Начало этого поединка в 15.00. И на десерт в воскресенье любители бокса смогут понаблюдать за финальными поединками турнира на призы Алтайского ринга. Юноши 2009-2010 годов рождения боксируют не только за золотые медали, но и за попадание в сборную команды Алтайского края. Начало финальной встречи с 12.00. Дмитрий Дроздов. День с толком. На этом у меня все. Если у вас есть интересные и актуальные темы, звоните нам по телефону редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи в эфире. Продолжение следует.